Всем привет, мои хорошие! Вы на канале 30+. Я Алена, нутрициолог-психолог. Сегодня с вами говорим про диабет. И я очень хочу с вами поговорить на эту тему, потому что у меня много клиентов, которые с диабетом приходят ко мне в консультирование. И не только за психологией, но за добавками, питанием, образом жизни и коучингом. Соответственно, хочется снять для вас просто видео, чтобы оно было у тех, у кого нет возможности лично прийти. Сахарный диабет у многих вызывает непонятную такую историю. И ее лечит эндокринолог. Но в итоге бывает так, что параллельно нужны несколько врачей. И эндокринолог, и диетолог, и нутрициолог, и психолог, и невролог. И, соответственно, возникает она по разным причинам. Бывают инфекции, вирусы, бактерии, неправильный образ жизни, генетика, полиморфизмы. Кстати, бывает послеинфекционная история. Бывает подростковая история. Бывает старческая история. То есть куча всего бывает. И, соответственно, сахарный диабет характеризуется развитием резистентности к инсулину. И эта история прям влияет серьезно на внутренние моменты. В основе лечения сахарного диабета лежит диета-терапия. И общие принципы питания, вне зависимости от типа диабета, заключаются в том, что больному нужно снижать уровень углеводного. Углеводные нагрузки и потребление растительных жиров. Соответственно, увеличивать вот эти растительные жиры. Раньше диабетикам рекомендовали полное исключение простых углеводов. Но сегодня все больше идет акцент на персонализированные диеты и индивидуальный подбор корзины и расчет калорий. Соответственно, в настоящее время очень популярен лозунг. При диабете нет ограничений, только о правильный образ жизни. Все это я считаю идиотизм. Диета для больных диабетом строится на основании гликемического индекса. По сути, этот индекс отражает то, с какой скоростью сахар всасывается в кровь. У продуктов с высоким гликемическим индексом, например, фрукты с высоким гликемическим индексом, печенье, пирожные, варенье. Там гликемия серьезная и человек плохо от этого себя чувствует. Другой момент, если мы с вами говорим про инсулиновый индекс продуктов, то это не только одна история. Есть диабет первого и второго типа. Соответственно, при первом типе больные полностью зависит от инъекции инсулина, а у других совершенно другая история. Поэтому, что нужно вообще обращать внимание, помимо всего-всего, что я дальше скажу. Обилие овощей. Количество потребляемых овощей может зависеть от возраста, пола и частоты занятий спортом в неделю. Как правило, женщинам, которые ежедневно уделяют физическим упражнениям до 30 минут, рекомендуется ежедневно 500 грамм овощей. 500 грамм овощей. То есть, при более интенсивных занятиях количество овощей до 800 грамм можно увеличивать. Для мужчин 600 тысяч, соответственно, насыщенные жиры. Это наличие в рационе адекватного количества мононенасыщенных жиров позволяет поддерживать уровень холестерина. Соответственно, если мы с вами говорим отказ от переработанных продуктов, это уже давно всем понятно. Зеленые листовые овощи это лайк, бобовый лайк, жирная рыба прям огромный лайк. Орехи лайк как источник, но нужно смотреть их количество. Цитрусовые содержат антиоксиданты. Другой момент, цельные зерна я рекомендую не всем. Гликемия у них большая. И, соответственно, если у вас и так проблема с сахаром, то нужно подумать об этом. Имбирь является катализатором обменных процессов, снижает уровень сахара. И, соответственно, что нельзя, ребята, что нельзя? Сладкая, выпечка, жирные продукты, полуфабрикаты, изюм, хурма, дыня, виноград, бананы, курага, финики. Это нехорошо. И при сахарном диабете очень важно работать не только с питанием. Там птица, мясо, рыба, закуски, яичные блюда. Но и с нутрицептиками, и плюс с психологом. Многие пишут о дробном питании 3 раза в день, 5 раз в день. Я не знаю, у меня идут многие на том, что едят 2-3 раза в день. Вот так. Соответственно, это интересно, потому что это важно. Напишите, как вы справляетесь и какие у вас выходы. Мне многие пишут о том, что им кето помогло. Кто-то пишет о том, что помогло периодическое голодание. Все по-разному. Но все, кто мне пишет, обычно имеют дополнительные саплименты. То есть, кто-то кальций добавляет, кто-то добавляет ферменты, кто-то добавляет бетаин-гидрохлорид для желудка, кто-то пробиотики добавляет, кто-то комплекс B добавляет. То есть, все эти люди, помимо питания, соблюдают нутрицептическую поддержку. Помимо, кто-то принимает коэнзим, омегу для снятия воспаления. И таким образом работают. Пишите вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!